В Астане продолжает работу 13-й Евразийский медиафорум. Сейчас эксперты обсуждают, каким образом правильно формировать имидж страны. На форуме находится моя коллега Мадина Алданова, она с нами на прямой связи. Мадина, добрый день. Расскажите, о чем говорили спикеры. Да, спасибо, Алмаз. Как отмечают эксперты, из-за нестабильной ситуации на рынке энергоресурсов все больше стран обращают внимание на формирование правильного имиджа и на то, каким образом можно получать доходы от туризма и сферы услуг. И в этом плане Саймон Анхольд, это консультант по политическим вопросам из Великобритании, он отмечает, что имидж страны формируется не за счет потраченных на это средств, а за счет хороших экономических показателей, отсутствия социальных проблем и вклада этой страны в развитие всего мира. И он привел в пример Казахстан, который отказался от ядерного оружия. И давайте послушаем, что именно он сказал в интервью нашему телеканалу. Казахстан формирует свой имидж как миролюбивая страна, как государство, которое, имея большой ядерный потенциал, отказалось от этого вида оружия. Определенную роль сыграл и манифест, документ, с которым недавно Нурсултан Назарбаев обратился к мировому сообществу. Кроме того, эксперты обсудили, целесообразно ли проводить вообще в странах такие имиджевые проекты для его поднятия, Олимпийские игры или чемпионаты мира. И эксперты сошлись во мнении, что да, но только в том случае, если это мероприятие действительно приносит вклад в развитие всего мира. И они сказали, что экспо для Казахстана – это шанс показать, что страна развивается не обособленно, не сама по себе развивая свои богатства, но проектируя их на другие страны, помогая и предоставляя площадку для конструктивного разговора в сфере возобновляемых источников энергии. Интересная, кстати, тема, которую затронули эксперты – это стоит ли реагировать на негативные публикации в средствах массовой информации или в кинематографе о стране. И по мнению того же самого Саймона Анхальта, то не стоит, нужно быть терпеливым и никак не обращать на это внимание. В свою очередь, Роман Василенко, заместитель министра иностранных дел Казахстана, отметил, что Казахстан формирует свой имидж, несмотря на фильмы, которые снимают известные британские комики. Но, кстати, Саймон Анхальт, он привел в пример Бельгию, которая недавно из-за террористических актов была беспокоена своим имиджем и теперь собирается потратить огромные средства на то, чтобы восстановить его. И по мнению эксперта, это нецелесообразные траты, потому как потратить деньги необходимо на безопасность. И вот так-то он объяснил, что все-таки на формирование имиджа тратить особые средства нет необходимости, а именно на укрепление безопасности, восстановление экономики и устранение социальных проблем. Вот такие интересные высказывания сегодня были на форуме. Студия. Спасибо. Это была Мадина Алданова. Она работает на полях Евразийского медиафорума.